Как развивается социальное предпринимательство на Кубани? Об этом мы сегодня говорим с руководителем отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями. Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края Алексея Меркушина. Здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем с самого главного. Давайте дадим определение социальному предпринимательству и расскажем, как оно развивается в Краснодарском крае. Социальное предпринимательство – это тот вид деятельности предпринимательства, который направлен на решение социально значимых задач, на помощь людям социальной категории, решение их проблем, трудоустройства их и помощь в осуществлении их жизнедеятельности. В крае это достаточно новый вид деятельности, меньше 10 лет он существовал неофициально, без законодательной базы, но вот в этом году было внесено изменение в федеральное законодательство, было определено понятие социально-предпринимательства, категории граждан, которые могут быть включены в данный вид деятельности и которым будет оказана помощь со стороны бизнеса. Если говорить в разрезе России, то это достаточно новый вид деятельности, меньше 10 лет он у нас, но если говорить во всем мире, то это уже устоявшийся вид деятельности. 30 лет он во всем мире существует, у нас только недавно начали это принимать как официальное явление, вот и за счет этого и было принято изменение в федеральном законодательстве, было введено официально понятие социального предпринимательства, то есть определены рамки игры в правовом поле, в соответствии с этим были внесены изменения в краевое законодательство. Существует много компаний, которые направляют свою корпоративную этику и социальные мероприятия именно в данном направлении, трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья, проводят мероприятия на социализацию граждан с обычными людьми. Сегодня многие эксперты называют социальное предпринимательство третьим сектором экономики. Как Вы считаете, вообще это направление перспективное? Да, это направление новое, перспективное, неизведанное. Стоит отметить, что пионерами в данном направлении являются именно социально ориентированные некоммерческие организации, которые по своей форме создаются именно для решения таких социальных проблем граждан. Что есть в такой некоммерческой организации? Это добровольное объединение граждан, которое пытается и решает задачи социальные проблемы людей в различных направлениях. Культура, здравоохранение, медицина, образование. Они реализуют свои социальные проекты, у них уставная деятельность направлена только на решение данных проблем. Они не извлекают прибыли из своей деятельности, но ту прибыль, которую они все-таки извлекают, они пускают именно на уставную деятельность, на содержание своего штата, проведение мероприятий, опять же, направленное на благополучение, на благополучателей своих. И как орган власти, Департамент, наверное, является одним из первых, Департамент внутренней политики является одним из первых таких органов власти, который принял это явление и оказывает поддержку им на государственном уровне. Департамент внутренней политики является полномоченным органом по поддержке социально-ориентированных НКО в крае. У нас оказывается различная поддержка, финансовая, информационная, методическая, конституционная. Главная поддержка, на которую они все рассчитывают, некоммерческие организации, конечно, финансово. Она выражается в форме субсидий грантов, которые предоставляются на реализацию социальных проектов, которые имеют ограниченный временной период. Есть старт проекта и завершение проекта. Вот именно часть этих проектов была направлена на работу в сфере социального предпринимательства. Если говорить про конкретные примеры, то, допустим, в 2014 году была предоставлена субсидия грант на приобретение типографского оборудования, которое организация использовала для трудоустройства людей с ограниченной возможностями здоровья. То есть там трудились люди с инвалидностью, которые получали заработок, имели заказы, вот и сейчас это оборудование у организации, это предприятие действует. Они имеют заказы на изготовление визиток, брошюр, буклетов, листовок. Тем самым они трудоустроены, идут заказы на их продукцию, они спросом пользуются. Государство оформил субсидии, оказало поддержку финансовую прямую. Тем самым проект был реализован. Сейчас по инициативе краевого законодательства будет формирован реестр социальных предпринимателей. Но здесь уже этот закон направлен на организации коммерческие, малого и среднего предпринимательства. Вот этого толка. И социальные интервью НКО немножко отходят в сторону по данному закону, но все же они могут рассчитывать на получение поддержки со стороны государства, опять же, в рамках краевых грантов, либо президентских. Если говорить уже о том, какие проекты могут быть применены в данной сфере коммерческой организации, то это, конечно, любые проекты НКО, которые уже апробированы в социальной сфере. Они были реализованы с меньшей такой коммерческой подушкой, были за счет инициатив самих НКО, которые, повторюсь, не имеют такой большой подпитки финансовой, как коммерческие организации, которые там реализуют какие-то услуги, оказывают платные услуги, продукцию производят и продают. Ну, а у них у коммерческих соответственно и цель другая, получение именно прибыли. А некоммерческие организации больше на предоставление блага людям. Ну, такое направление очень нужно людям из социальной категории, там, многодетным, пенсионерам, дети-сироты до 23 лет, как определяет краевой закон. Им тяжело найти работу, и именно на трудоустройство решения этих проблем, направленных в краевой закон. Ну, будет сформирован в следующем году реестр социальных предпринимателей для популяризации данного вида деятельности, для привлечения новых коммерческих организаций данного вида деятельности. Ну, явление достаточно новое, неизведанное, ну, надо его популяризировать, проводить такие площадки, чтобы больше организаций были в это влечены. Ну, конечно, это больше такое душевное, не приносящее каких-то таких материальных выгод мероприятий и направлений. Она больше направлена на такой порыв руководителей этих коммерческих организаций, чтобы они видели, насколько это важно. Им хочется помочь гражданам социальной категории. Ну, такое вот мероприятие, конечно, оно более именно социально ориентированное, социально значимый эффект имеет для бизнеса. Вот я и как раз хотела сказать, как это будет в принудительно добровольном порядке осуществляться, создаваться этот реестр предпринимателей, или все-таки действительно как-то вот им объясняться будет, что, ну, действительно они выгоду-то не смогут получить с этого? Да, выгоду не смогут получить. Как бизнес-сообщество привлечь в социальное предпринимательство? Только ли пропаганда? Только рассказывая. Ну, на эмоциональном уровне, конечно, больше нужно воздействовать, поскольку это имеет, как благотворители себя проявляют, им хочется помогать людям. Они порой хотят оставаться анонимными, но помогать большими суммами благотворительным фондам, организациям, которые работают с детьми, с инвалидами. Им просто это душевный прыв, хочется помочь. Но, с другой стороны, даже у нас есть крупные предприятия, которые уже сегодня берут на предприятия людей с инвалидностью, с отдельными заболеваниями. Они у них занимаются такими работами, которые не требуют, допустим, прямого контакта с людьми. Либо это сидит у нас одна из родничных сетей, которая занимается продажей бытовой техники. Сам замечаю, написана табличка «Человек глухонемой обслуживает». То есть он свободно может работать на кассе, терминал, уже человек предустроен. Именно этой категории очень тяжело найти свою работу, получить заработок в современном нашем обществе. Либо они изготавливают что-то вручную, какие-то броши, прищепки. Но об этом уже расскажу, какие у нас есть примеры социальных предприятий в крае. Ну, это очень нужна такая категория, потому что именно работаем с социальными категориями граждан. Важная деятельность. Как заинтересовать, только популяризируя, представляя какие-то льготы, допустим, позже, может быть, преференции, какое-то послабление в налоговой, налоговое послабление, допустим, либо микрозаймы на льготных условиях, то есть как всячески стимулировать. Допустим, социальные ретиры НКО имеют послабление в пенсионных отчислениях. Меньше отчисляют денег в пенсионный фонд, соответственно, меньше больше оставляют себе. В некоторых регионах есть налоговые льготы для социальных и ретирных НКО. Все идет для послабления, для стимулирования данной вида деятельности. А сколько у нас НКО существует в крае? В Краснодарском крае зарегистрировано 6400 НКО. Это достаточно большая цифра. В Южном федеральном округе мы займаем первое место среди всех регионов, обгоняя все регионы. Если говорить по количеству, конечно, это большая сумма, 6400. Если говорить по эффективности их работы, то здесь стоит оговориться, что около половины это активные НКО. Активные НКО мы поднимаем под видом это те, которые реализуют собственные проекты, имеют у себя ряд сторонников, волонтеров. Они просто существуют на бумаге и ежедневно предоставляют ежегодный отчет Минюст. Они участвуют в краевых конкурсах грантов, то есть у них есть свои инициативы, они претендуют на поддержку краевого. Они участвуют в президентских грантах, они участвуют в грантах и субсидиях, которые доставляют коммерческие большие фонды, там Норникель, Лукоил и другие компании. Сейчас очень много средств для получения финансирования у некоммерческих организаций, потому что именно НКО, они являются у нас связующим взглядом между властью и обществом. Они знают эти проблемы точно на местах. Они именно и образуются там, где есть проблемы у людей. Бывают даже их возглавляют те люди, у которых в семье такая беда произошла. Либо ребенок с данным болезнью, заболеванием, либо он пострадал от какого-то там неправомерного нарушения в какой-то сфере, и он организовал правозащитную организацию, пытается других уберечь от этого. И поэтому мы, как орган власти, замечаем такие организации, работаем с ними, советуемся с ними, проводим мероприятия с ними. Они, как проводники общества, знают, какие проблемы нужны на земле, вот прям работа на территории. Ну и впадают такие социальные проекты на получение поддержки. Именно вот среди этой большой массы 6400 НКО, я же повторюсь, буквально половина активные. Если говорить о именно социально ориентированных НКО, то из большой массы 6400 около 5000 именно социально ориентированных. То есть мы отметаем там политические партии, другие коммерческие, такие полукоммерческие фонды, именно социальные ориентированные, которые решают проблемы граждан в патриотическом воспитании, работе с молодежью, экологическое направление, социальная поддержка граждан. Социальная поддержка граждан – это основное направление, по которому работает у нас некоммерческая организация в крае. Это то направление, по которому большинство получает краевую поддержку, президентские гранты. Если говорить про краевую поддержку, то в 2019 году из краевого бюджета предоставлено 34 гранта на сумму 30 миллионов рублей. Эта сумма у нас была в этом году увеличена именно до 30 миллионов рублей. До этого, до 2019 года, она составляла 16 миллионов 740 тысяч рублей. У нас, естественно, поступает в разы больше заявок. У нас поступает и на 53 миллиона, и на 63 ежегодно заявок. Департамент внутренней политики в прошлом году вышел с инициативы на законодательное собрание края с просьбой рассмотреть возможность увеличения нашей грантовой корзины большой, ежегодной. Мы были поддержаны депутатами Крайного парламента, было направлено обращение в Крайовой Минфин, и тем самым наша корзина грантова увеличилась до 30 миллионов. Это общая тенденция увеличения грантового фонда, поскольку президентский фонд, фонд президентских грантов, это общефедеральные гранты, также имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Если они начинали в 2013 году с 2 миллиардов, с 4, то сейчас общий фонд это 8,5 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, они, естественно, поддерживают по всей России, некоммерческие организации. К слову сказать, 25 ноября завершился прием заявок на первый конкурс президентский грант в 2020 году. Было подано заявок, всего больше 9 тысяч заявок. Результаты будут подведены в ближайшее время. Но стоит сказать, что за 2018 год Краснодарский край привлек из федерального бюджета около 87 миллионов рублей в форме тех проектов, на которые будет оказано финансирование с федерального бюджета. Это была рекордная сумма за весь период участия края и краевых НКО в этом проекте, в фонде президентских грантов, в президентских грантах. И 24 октября губернатор Кубани Венин Иванович Кондратьев встретился со всеми победителями от края в 2019 году. Пообщались, поняли, какие нужны поддержка, какая нужна некоммерческим организациям, как будут реализованы их проекты, какая будет выгода людям, гражданам именно на местах этих проектов. Были поручения органам власти, были наказы от НКО, которые как раз и вылились в эти поручения. Губернатор лично заинтересовался в этих некоммерческих организациях. Он понял, что именно они работают с гражданами на местах, они являются проводниками от проблемы людей к власти, чтобы доносить эти проблемы. Такие встречи будут проводиться регулярно, а именно с главой края такая встреча была проведена впервые. Главе понравилось, некоммерческим организациям тем более понравилось, что получили прямой доступ к руководителю края, рассказав о своих проектах. Но мы видим развитие, у нас тенденция идет к развитию. У нас по поручениям губернатора будет разработана сеть ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций в крае. Это такие вот дома НКО, где будут эти НКО получать поддержку. Имущественную форму для строения, помещения для проведения мероприятий, информационная. То есть через эти ресурсные центры можно будет выходить на средства массовой информации, рассказывать о своих мероприятиях, приглашать СМИ на свои мероприятия. А также методическая. Там будут проводиться семинары по различным вопросам деятельности НКО. Как писать проекты на гранты, как вести бухгалтерский учет в организации, как предоставлять ежегодные отчеты в Минюст, в налоговые органы, в статистику, как привлекать средства на свою деятельность, поскольку это один из основных моментов, как жить в организации. Потому что добровольное образование, а средства на содержание штата, на поддержку имущества, на аренду оплаты помещения тоже нужны средства. Поэтому помимо бюджетных и небюджетных источников, есть еще такие механизмы, как фондрайзинг, привлечение средств, благотворителей. У нас очень много организаций работают в связке с коммерческими структурами. Но это в основном по профилю деятельности. Допустим, экологические организации работают с теми предприятиями, которые работают в сфере газопереработки, нефтепромышленной отрасли, которые хотят вести социальную деятельность в своей организации по направлению экологической. Либо банки работают с организациями, которые работают с людьми старшего поколения, с пенсионерами, ветеранами. Имеются прямые связки, они оказывают им поддержку, оказывают поддержку в приобретении оборудования в организациях, в проведении совместных мероприятий, просвещенческих, образовательных той категории граждан. Как Вы считаете, есть в обществе фобия, условно говоря, у тех же самых работодателей по отношению к людям, у которых ограниченные возможности? Ну, скорее да, чем нет. Потому что мы до сих пор видим, что наши и работодатели, но они же являются и нашими согражданами, пока что не видят в людях с ограниченной возможности здоровья каких-то таких же равных людей, как и они. Но они всего лишь, допустим, те, кто были ДЦП, они ментально здоровые люди, психологические такие же люди, просто у них есть какие-то проблемы, допустим, с мышцами, координация движения, ежедневные массажи, которые они применяют, все это решают. Люди там других заболеваний тоже, это просто внешняя болезнь, внутри они такие же, как мы. Почему-то у нас идет отражение, но именно вот социальное предпринимательство и в том числе будет направлено на социализацию людей. Среди нас будут работать такие же люди с ограниченной мощностью здоровья, они будут социализироваться в обществе, они будут общаться между собой, с другими людьми, будет идти такая социализация. Если говорить про конкретные примеры по социальным предприятиям, то отличный пример у нас есть большая организация Всероссийское общество слепых, краевая сетевая организация. У них под патронажем находятся более 9 тысяч людей с ограниченными возможностями по зрению. У них есть при организации предприятие, которое выпускает прищепки, щетки, метла. Из 89 трудоустроенных у них 53 инвалида. Это прям отличный пример социального предпринимательства. Что такое еще раз социальное предприятие? Это либо предприятие, где устроены трудоустроенные инвалиды, либо это то предприятие, на выходе из которого продукты имеют направлено именно на людей с ограниченной возможностью здоровья. Это может быть не только труд людей этой категории на предприятии, но это может быть и производство колясок, либо каких-то ортопедических кресел, которые идут на помощь этим людям. Либо по какой-то сниженной цене продукты будут предоставляться данной категории граждан. Допустим, вот Сиросийского общества слепых и их предприятие наладило поставку своих продукций в сеть магазинов магнит-розничной. То есть на прилавках уже есть, имеется спрос. То есть люди не будут без работы. Есть спрос через широкую сеть. Спасибо и коммерческому сектору. Все это распространяется. Ну, конечно, и органы власти являются таким стыковочным моментом между общественной организацией, бизнесом они их соединяют, рассказывают, что это полезно, а это вам выгодно. То есть бизнесу выгодно проводить пиар, что-то греха-то есть за счет этих социальных мероприятий, потому что есть такое понятие корпоративная, этика и социальная, корпоративная ответственность некоммерческих организаций бизнеса. Мы всегда говорим, когда нам приходят на консультацию некоммерческой организации, что обращайтесь к бизнесу, к банкам, к крупным компаниям, потому что им тоже хочется как-то проявлять свои такие душевные порывы через каких-то категорий граждан. Все хотят помогать людям. Сейчас такая тенденция. У нас проходит в крае много благотворительных мероприятий, ежегодные благотворительные баллы проходят, какие-то благотворительные выставки, где покупаются, пропитаются искусство или другие продукции. И все идет на помощь инвалидам. Помощи никогда не бывает мало, конечно. Говоря о трудоустройстве, в этом процессе участвуют в основном крупные предприятия, где освобождаются места для таких особенных людей или нет? Нет, тут с другой позиции можно подойти. Руководитель всегда может найти ту категорию, то место занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья, либо для какой-то социальной категории. Но это опять же может быть кассир, либо официант, тот, который по профилю деятельности может зайти себе занятость. У каждого производства специфическое. Тяжело говорить за бизнес, какие у них есть места, но все зависит руководителя. Любому можно найти место применения, исходя из его физических возможностей, либо каких-то временных там рамок, или же посменные работы. Может быть официантом, либо на выдаче, либо опять же тот же самый кассир, либо на колл-центре. Мы же не знаем, кто на другой телефонной линии находится. Может даже из дома он соединяться. То есть это любые методы работы, если для неприемлемой для коммерческого сектора какая-то публичность этих мероприятий. Ну, я думаю, можно найти любую форму работы. Но вы отслеживаете те сферы, где вот задействованы эти люди? Или пока еще нет? Мы отслеживаем только через наши и осведомлены только через некоммерческие организации, которые говорят, у нас, допустим, есть фонд людей, которые готовы трудоустроиться. Мы тогда предоставляем такие данные коммерческому сектору на каких-то мероприятиях, форумах, сводим их вместе, и они тем самым реализуют свои возможности. Допустим, одна из краевых организаций некоммерческих в свое время имела и имеет сайт, такая биржа труда инвалидов, где указаны люди с ограниченностью здоровья, они указывают, что они умеют, программист, ну, другие виды деятельности. И бизнес может заходить и искать себе трудоустраивать людей, конечно, через этот сайт. Такие сайты, как он наподобие волонтерских, а это вот такие волонтерские социально-предпринимательские сайты. А есть у вас данные, сколько инвалидов у нас готовы к трудоустройству? Ну, такая категория, конечно, специфическая, это все зависит от их физических возможностей. Ну, здесь нельзя говорить только про инвалидов, потому что краевой закон, он направлен именно на разные категории. Многодетные матери, дети, сироты до 23 лет, даже без определенного места жительства люди, то есть все социально незащищенные слои населения, которые нуждаются в трудоустройстве и получении заработка, ну и решении своих проблем. Вы говорите, люди без определенного места жительства, а как вопрос с документацией и прочего? Ну, видимо, это будет как-то регулироваться краевым законом, потому что тоже является такой категорией граждан. Ну да, это интересно. Почему мы касаемся именно людей с ограниченными возможностями здоровья? Потому что наши социально ориентированные НКО, краевые, работают чаще именно с такими категориями граждан, именно они нуждаются в заработке, в трудоустройстве. В Сочи довольно успешно работает школа социального предпринимательства, вот расскажите о ней. Да, Сочи и Краснодар являются у нас первыми городами в крае, которые до такого официального узыканивания и определения социального предпринимательства как формы вида деятельности, вели эту деятельность. Начиная с 2012 года в Сочи и в Краснодаре, вот в связке два города работали. Была основана школа социального предпринимательства в 2015 году, вдохновение получили наши организации некоммерческие от московских коллег. Фонд «Наше будущее» давно на уровне федерации занимается данным направлением. В 2016-2018 году было совершено два выпуска. Данные школы социального предпринимательства работали в связке с Сочинским госуниверситетом. Слушателями были общественные организации, которые работают по данной тематике, многодетные семьи, родители детей с инвалидностью. Суть была такая – научить их зарабатывать. Многие выпускники этих школ являются сейчас полноценными социальными предпринимателями, которые могут становиться уже на коммерческие рельсы и входить в данный реестр, который будет открыт в 2020 году. Они открывают свои проекты по созданию детских садов для людей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают логопедические, образовательные услуги, услуги в сфере здравоохранения, спорта, проводят такие проекты, которые направлены на интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и, соответственно, занятость данных людей на производстве каких-то проектах. Данное направление было заимствовано на федеральном уровне у фонда «Наше будущее», который тоже занимается популяризацией по всей России данного направления социальной видодеятельности для некоммерческих организаций. И можно сказать, что, еще раз повторюсь, наши организации являются пионерами в направлении вида деятельности, поскольку они сами поняли, что это необходимо. Но, как и любая инициатива, она рождается с низов. Она зародилась так, что нужно было трудоустроить кого-то куда-то. Они пошли на производство, уговаривали взять этих представителей своих общественных организаций либо тех, кто к ним обратился. Ну, все шло на земле, сейчас это все узаконено. Теперь есть у органов власти достаточно формальные основания признавать данный вид деятельности, оказывать им финансовую поддержку, прописывать в госпрограммах какие-то мероприятия по выделению финансирования, естественно, определяя порядок, по которому она будет выделена. Я думаю, сейчас все будет развиваться очень динамично. И поэтому данный вид направления очень перспективный для наших предпринимателей и для некоммерческих организаций. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Угу. 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 Угу.